Друзья, ну мы вновь на улице, как-то знаете, в последний день зимы хочется постоянно убегать, проверять, как там с погодой, не стучится ли весна, но в этом смысле надо, конечно, вести себя разумно и оптимистично и говорить о том, что с февралем не заканчивается зима как такова, и по большому счету это последний шанс схватить финальную порцию зимних развлечений, которых снегоходы занимают отнюдь не последнее место, и вот об этом мы сейчас поговорим. Да, у нас в гостях Антон и Игорь Никитин, это эксперты, так скажем, в области снегоходов, хотелось у вас спросить, сейчас, вот сегодня последний день зимы, принято обычно закрывать сезон снегоходов, когда у нас в Красноярске, ну вы по своему опыту? Ну у нас город Сибирский, снег довольно долго лежит, если брать районы города, там где-то в радиусе 15 километров, то где-то до конца марта люди катаются. Ну с другой стороны, снегоход это такая не городская машина, все-таки его стихия это лесные массивы, открытые участки, загородные, естественно, вот там, насколько долго еще сохраняется возможность по нормальному снегу вот свое удовольствие покататься? Ну в тайге снег лежит вплоть до середины мая, то есть кто охотится на снегоходах, они до середины мая на них ездят. Опять же по опыту, ведь снегоходы бывают разные, какая на это еще существует классификация снегоходов и цели предназначения? Ну вот конкретно этот снегоход относится к классу утилитарных моделей, то есть он подходит под любые задачи, на нем можно кататься, охотиться, рыбачить, семью вывести на шашлыки, то есть он все зоны перекрывает эксплуатацию. А есть, как я понимаю, специальные какие-то спортивные, охотничьи или... Да, есть снегоходы горные, то есть это кататься по склонам, по горным, приисковые, яргайки, там где снег глубокий, то есть там узкая гусеница будет, большой зацеп и довольно мощный мотор, там от 130, от 150 лошадиных сил и выше. Есть модели туристические, то есть это узкая гусеница, маленький зацеп для езды по укатанным трассам, по полям, там где мало снега, то есть ну такие прогулочные машины. Я хотела спросить, у нас в окрестностях Красноярска, где бы вы советовали, возможно, самые лучшие места для катания? Идеальная площадка, да, для того, чтобы получить максимум удовольствия. Недалеко от Красноярска и хорошее место. Ну, на мой взгляд, оптимальная зона для катания, это вот в сторону Манского района, это Манский поселок, Усть-Мана, там можно на Красноярское море выехать через горы, то есть в любых условиях попробовать, что такое снегоход и как его можно использовать. Ну, вообще, вот покупка снегохода сразу означает, что вот сейчас я сяду, получу там максимум удовольствия или нужна какая-то подготовка, какие-то навыки. Все-таки это транспортное средство, хотя с виду выглядит все чрезвычайно просто. Снегоход, да, он требует определенных навыков для вождения, то есть это не как автомобиль, там сел в кресло, взялся за руль и поехал куда хочешь. То есть здесь нужны определенные навыки, это нужно весом уметь управлять, нужно знать, когда прибавить газа, когда наоборот скинуть, когда свеситься, встать двумя ногами на одну подножку и снегоход заламывать, чтобы он не скатился у вас. Ну, довериться мне немножко здесь вот на площадке, мне кажется, ничего страшного будет, если я попробую проехаться. Доверите? Да, конечно. Давайте. Алексей, ты хоть раз вообще обвозил? Ну, чтоб такое было, сейчас просто давайте заведем, а там уже разберемся. Это кнопка аварийного отключения, двигатель, ее нужно поднять и заводить, как автомобиль, электроскоп. Все, терегат прибавляйте, с негоход поедет. С другой стороны, только просто. Даль, парень. Я хотела спросить, все ли правильно делает Алексей или есть над чем работать? Ну, есть над чем поработать, он зря играет газом, то есть на снегоходе нужно нажать на газ и держать его, а он играет, ну, потому что еще новичок. А вот площадка, вот то, что у нас вот такое покрытие, насколько безопасно они у катаются? Любительская, но надо понимать, что в каких-то таких условиях, идеальных для тестирования и вообще эксплуатации снегохода, вам понадобятся навыки, которые пригодятся прежде всего для того, чтобы получить удовольствие и в каких-то моментах сохранить жизнь и здоровье, поскольку все равно определенная опасность существует, и об этом надо помнить. Да, снегоходы, машины скоростные, поэтому без экипировки кататься не рекомендуется, то есть это нужен шлем, желательно на коленнике, на локотнике и хороший костюм, который в случае падения смягчит удар. Я хотела, вот я начала спрашивать, Алексей приехал, про покрытие, вот на таком покрытии можно ли, в принципе, кататься или нежелательно? Вот если вы будете двигаться по такому покрытию, вам периодически нужно будет заезжать в какой-то глубокий, в рыхлый снег, потому что у снегохода гусеница скользит по специальным направляющим, они называются склизы, они сделаны из пластика, и вот по такому покрытию пластик нагревается и начинает стираться усиленно. То есть он может испортиться, да? Да, он может испортиться, да, и периодически нужно заезжать в снег, чтобы он охлаждался, и этого не произошло. А вообще какие основные характеристики, я не знаю, максимальная скорость, вес, лошадиные силы, вот с точки зрения вот этот аппарат, насколько он продвинутый? Ну, этот аппарат относится к классу утилитарных, я уже говорил, то есть если смотреть абсолютные характеристики, то это не будут выдающиеся показатели, то есть тут мощность 50 лошадиных сил, масса 330 килограмм. Ну, он сделан, снегоход, не для того, чтобы устанавливать рекорды, а чтобы быть крепким, надежным, то есть... Что называется, на любителя и для любителя. Да, давайте вы пока еще поговорите, а я сяду и меня прокатят уже прям нормально, чтобы прокатиться. Ну, хорошо, конечно. Ну, и в качестве пассажира Юлия Дудникова сейчас... Нет, на самом деле, вот там вполне... Ну, да, может быть форма не совсем подходящая для вылазок на снегоходе, но в качестве пассажира, я думаю, сможешь получить максимум удовольствия. Воу-воу-воу! Ну что, ты просто прекрасно смотрелась. Я, знаете, я хочу сказать, на самом деле страшно, что, ну, здесь у нас пятачок такой, не самый удобный, и скорость вроде как разогнали, я ее боюсь скорости. Ну, здорово, снегоход тут всегда здорово, это всегда заряд позитивных эмоций. На самом деле, ну, казалось бы, скромно, 50 лошадиных сил, но чувствуется они там, прямо чувствуется, поскольку прям серьезно он так ведет себя. Друзья, большое спасибо за эту шикарную презентацию, отличный аппарат, а главное, зима еще продолжается, но, по крайней мере, я думаю, календарное закончится, но вот по погоде еще можно позволить себе подобные вылазки в лес на подобных снегоходах для того, чтобы получить свою порцию адреналина. Да, давайте поблагодарим еще раз. У нас в гостях был Антон Никитин, начальник отдела продаж, и Игорь Никитин, старший менеджер «Ямаха-центр Красноярск». Спасибо вам большое, что пришли к нам. И желаем вам хорошего вот еще месяца для того, чтобы погонять на снегоходах. Привет.